Всем привет! Можно без преувеличения сказать, что Япония поистине уникальная страна. Современные технологии здесь удивительным образом совмещаются с традициями, а некоторые древнейшие обычаи действуют наравне с современными законами. Поэтому мы собрали для вас 15 интересных фактов про Японию, о которых вы, скорее всего, не знали. Поехали! В японском метро и в поездах есть вагоны только для женщин. Их присоединяют по утрам, чтобы в час пик никто не домогался девушек. У японцев ощупывание девочек в набитых поездах – что-то вроде национального спорта. При этом в Японии один из самых низких процентов изнасилований в мире. В Японии плохо относятся к цифре 4, так как она произносится точно так же, как и слово «смерть». По этой причине во многих домах вы не найдете четвертого этажа. В отелях – четвертой комнаты, а в больницах нет ни одной четвертой палаты. В этой стране снеговиков принято лепить строго из двух шаров, а не трех, как в остальном мире. Полковник Сандерс – один из главных символов Рождества в Японии. В Сочельник японцы любят всей семьей сходить в KFC и съесть большую порцию куриных крылышек. Празднование Рождества, конечно, формальное, потому что подавляющее большинство японцев – буддисты и синтоисты. Для любителей затянуться сигареткой на досуге, курить в Японии можно везде, кроме железнодорожных платформ и аэропортов. Но нет урн, и нельзя стряхивать пепел под ноги. Поэтому каждый курящий японец носит с собой маленькую пепельницу, в которую стряхивает пепел и кладет окурок. В японские телефоны встроена система экстренного оповещения нации. Когда происходит какой-то катаклизм, во всех телефонах срабатывает громкий звуковой сигнал и появляется сообщение, поясняющее, что произошло и как себя вести. Причем отключенный звук на телефоне не является препятствием для данного сигнала. Вместо подписи в Японии ставят специальную именную печать – Ханка. Такая печать есть у каждого японца, и ею пользуются много раз в день. А еще ее можно купить в любом магазине. Во всех северных городах Японии, где зимой выпадает снег, подогреваются тротуары и улицы. Гололеда не бывает, а снег убирать не надо. Согласитесь, очень удобно и практично. В Японии учебный год начинается с 1 апреля и разделен на триместры. Школьники учатся с апреля по июль, затем с сентября по декабрь и с января по март. В Японии едят дельфинов. Из них делают суп, готовят шашлыки, которые тут называются кусияки. И даже едят сырыми. У дельфинов довольно вкусное мясо. С ярко выраженным вкусом и совершенно не похожее на рыбу. Вероятно, потому что дельфин не рыба, а млекопитающая. В Японии запрещено говорить по телефону в поездах. Если поступает звонок, то надо взять телефон, быстро сказать, что сейчас неудобно говорить, и оборвать разговор. Это сделано для того, чтобы не беспокоить других пассажиров своей болтовнёй. А в поездах дальнего следования есть специальные места для разговоров по телефону. В Японии суши традиционно готовят только мужчины. Считается, что температура рук женщин выше, чем мужчин, и что из-за этого может измениться вкус рыбы. В Японии на прилавках вы сможете увидеть квадратные арбузы. Они были выведены специально для более удобного хранения и транспортировки. Японцы убеждены в том, что группа крови полностью определяет вашу личность. Кровь может сыграть решающую роль даже при собеседовании на работу или при выборе второй половинки. Никаких научных доказательств этому нет. Вот такая она — страна инноваций и технического прогресса. Надеемся, что вы убедились в уникальности Японии. Если будет возможность, обязательно посетите эту удивительную страну. Если вам понравилось это видео, оставайтесь с YouNow, чтобы узнать новые интересные факты о нашей планете. До скорых встреч!